Президент Владимир Путин наградил врача-нейрохирурга детской областной клинической больницы Аллу Соболеву медалью Луки Крымского. Государственная награда вручается за большой вклад при лечении пациентов в сложных условиях. О том, как живет и трудится врач, выполняя свой профессиональный долг, расскажет Наталья Чекет. Стать хирургом Анна Александровна мечтала с детского сада. Поэтому, окончив школу, поступила в Тверской медицинский университет. А потом, пройдя ординатуру по специальности нейрохирургия, начала работать в детской областной больнице. Как рассказывает Алла Соболева, большой разницы в операциях у детей и взрослых нет. Несмотря на то, что это маленький ребенок, в принципе, строение головного мозга у него схоже со взрослыми пациентами. Поэтому у нас есть увеличительные приборы, в том числе микроскоп, налобные лампы, которые нам помогают пройти в труднодоступные места, где что-то просто оперировать ребенка и ему помочь. В разговоре вспоминает один из последних случаев в работе. Ребенок трех лет упал с высоты третьего этажа и ударился головой об асфальт. Для операции его госпитализировали в детскую больницу. Проводилась нейровизуализация, на которой выявлен вдавленный многооскольчатый перелом черепа. Ребенок экстренно был взят в операционную. Проведена операция декомпрессии головного мозга, репозиция костных отломков. И ребенок, слава богу, без неврологического дефицита был выписан домой на десятые сутки после снятия швов. Совершенно недавно мама ко мне приходила вместе с этим ребенком, потому что ему исполнилось 4 годика. Показывала это ребенка, благодарила за то, что получилось спасти ему жизнь. Женщина признается, работать с детьми для нее огромное удовольствие. С ними всегда получается найти общий язык. Когда в прошлом году один из корпусов детской областной клинической больницы перепрофилировали в инфекционный госпиталь, Алла Соболева начала работать в нем. Режим на самом деле сумасшедший. Не только у меня, а у всех наших докторов и всего персонала, который работает во всех инфекционных госпиталях. Приходится работать, естественно, каждый день. Каждый день заходить в красную зону, проводить там определенное количество времени. Наблюдать тяжелых пациентов, молодых пациентов возрасте, очень молодых. В общем-то, работа довольно сложная и физически, и морально. Из-за столь напряженного графика работы о том, что удостойна медали Луки Крымского, Алла Александровна узнала от коллег, когда они начали поздравлять с присуждением государственной награды. Но главная награда для Аллы Соболевой – это не медаль, а ее работа. То место, где она по-настоящему чувствует себя полезной и нужной. Особенно, когда видит благодарные лица своих пациентов.